друзья всем привет добро пожаловать на мой канал с вами я опять артем персидский и сегодня тема нашего разговора мужские украшения устраивайтесь поудобнее обсудим что к чему как где почем и также я приготовила для вас маленькую часть своей коллекции украшений которые хочу вам похвастаться поделюсь своими любимыми вещичками которые нашел поехали на самом деле тема не такая уж и простая потому что в наш 21 век казалось бы с женщинами все нормально определились да где какие колечки что носить что модно что не модно как носить и там все просто женщина как бы уже разобрались этим делом а вот на мужчинам сложнее особенно сложнее в россии потому что в россии еще не совсем люди дошли до этого так скажем потому что в европе уже давно считается нормальным если мужчина носит кольцо браслетик какое-нибудь украшение на шее и еще и шарф это нормально у нас же почему-то я заметил как-то вот косо все это воспринимается так а он носит шарфик и браслетик все понятно все с ним да это просто скудоумие я в корне с этим не согласен если кто-то из вас здесь считает что в принципе у мужчины должен быть только один аксессуар это часы вы знаете я наверно с вами согласен и и ваша точка зрения имеет место быть и в принципе я думаю что это нормально когда у мужчины только часы как аксессуар вообще это действительно самый главный мужской аксессуар про часы сегодня мы с вами говорить не будем у меня есть отдельное видео где я рассуждаю про часы и хвастаюсь своей коллекции где-то она сейчас вот здесь вот он там вот будет ну или по ссылочке внизу в описании сегодня мы говорим про то что в принципе как вот я считаю помимо часов у мужчины абсолютно нормально могут быть другие украшения кольцо браслет что-то на шее вообще изначально мода мужских украшений родилась еще в древней греции в древнем риме когда носили вот огромные вот эти мужские перстни с камнями такие широкие вот браслеты вообще все идет оттуда и раньше изначально вообще только мужчины носили украшения хотел бы я сказать конечно что никаких правил нет в ношении украшений мужских и сейчас тут есть три моих любимых слова которыми можно пользоваться это экстравагантность эксцентричность и эпатажность вы можете носить все что угодно и где угодно хотите большое кольцо на большом пальце здесь маленькая здесь три кольца здесь куча браслетов здесь вот две цепи такие вот тут еще какую-то я не знаю брошь мужскую виде большой булавки и вы все можете свалить на эксцентричность на эпатажность на почему нет сейчас это вообще нормально если у вас байкерские стили и если вы на мотоцикле если вы такой большой качок мускулистый с бородой то почему бы вам не надеть огромный толстый кожный браслет здесь такая вот брутальная цепь часы какие-нибудь угла или я не знаю там юбот или панераи и все и вот пожалуйста и это нормально я считаю что это то же самое выражение себя вот возьмем к примеру вот как я себя чувствую без украшения себя чувствую реально голым это абсолютно правда то есть вот я не могу даже в магазин выйти или мусор выкинуть если они надену часы кольцо браслет вот со мной это как-то так происходит я уже просто привык если мы пойдем от того что все-таки прям вот супер правил как носить и что носите где носить нет то все равно есть какое-то понятие стиля вкуса моды трендов и вот мыслями об этом я бы хотел с вами поделиться как мне кажется что идет и как надо как мне кажется что модный интересный хорошо выглядит посмотрите будем отталкиваться от слова гармония все должно быть гармонично да если вдруг у вас тоненькая ручка и тоненькие пальцы и у вас вообще комплекция вот такая да конечно же и вам не нужен толстый браслет огромный да и конечно же вам не нужна огромная толстая цепь на шее это будет смотреться несуразное и вообще даже смешно и часы я уже говорил опять же в своем видео про часы они не должны вот выходить за рамки руки да вот должно все я имею ввиду вот непосредственно корпус да он должен быть не должен не выходить за рамки руки точно так же и во всем остальном у вас не должны быть огромные цепи которые несуразно смотрятся на вашей руке или какого-нибудь кольца огромного который оттягивает ваш палец и это просто смотрится некрасиво и нелепо это абсолютно нормально если парень мужчина дедушка одевает костюм и у него под манжетой виднеется какой-нибудь браслетик но почему нет это же придает какой-то шарм я так считаю когда чуть-чуть блестит цепочка там из-под футболки это же интересно теперь смотрите почему-то особенно у нас в россии очень любят большие громоздкие украшения наверное это все идет от того что наши мужчины думают что это подчеркивает мужественно и что вот я одел такой вот крутой вот браслет огромный толстый вот я вот такой мужик позвольте с этим не согласиться опять же если вы вот такой вот байкер здоровый конечно вам не нужна такая ниточка да на запястье вам нужно что-то такое если же вы средней комплекции то нынче в моде все тоненькое и маленькое и миниатюрное то же самое в моду возвращаются маленькие часы посмотрите пожалуйста там шестидесятые семидесятые восьмидесятые года все часы мужские были маленькие 34 миллиметра 36 это сейчас уже 40 42 брайтлинги панера и это все вот огромные часы сейчас мода возвращается к минимализму к утонченности к чему-то элегантному и еще сейчас модно множественность это очень важно вот смотрите я сейчас объясню что такое множественность то есть лучше надеть 2 3 тоненьких браслета пусть они у вас играют на руке туда-сюда бегают чем один но толстый лучше надеть две цепочки тоненьких на шею чем одну потолще лучше надеть два кольца тоненьких чем одно толстая я кстати вам сейчас покажу на примере моей коллекции вот давайте здесь у меня небольшая часть моей коллекции это не все далеко не все это ужасно я знаю вы наверное думаете что я псих просто эти украшения я ношу чаще всего до должен сказать что вот в западном мире есть такое понятие как silver guy что в переводе означает серебряный парень это значит что вот я i'm a silver guy я ношу только все серебряное или цвета серебра серебро сталь или белое золото вот такого цвета сейчас становится все моднее и моднее комбинировать цвета металла например у вас может быть кольцо серебряного цвета и рядом на соседнем пальце розовое золото и это сейчас все больше и больше входит в моду честно признаться я пока что к этому еще не пришел но вкусы меняются вот я сам по себе знаю что мои вкусы меняются то есть раньше мне нравилось так сейчас нравится по-другому и может быть все скоро я приду к тому что у меня будет один браслет серебряного цвета другой золотого но сейчас пока что у меня все серебряного цвета металлического вот серебро ну вы поняли да серебро сталь хирургическое или белое золото давайте уже перейдем к моей коллекции покажу вам что у меня есть похвастаюсь если мы говорим про браслеты которые нужно носить одни вот один браслет и все да вот смотрите какие у меня есть у меня есть вот такой браслет я его купил в ватикане а это настоящий гематит выглядит он вот так вот смотрится на руке но это я уже считаю большой браслет понимаете вот это я уже считаю он такой толстый все уже с ним скорее всего ничего не наденешь то есть вот он один хорошо смотрится на руке кстати он даже хорошо смотрится с этими часами также из браслетов которые вот хорошо одни на руке да вот у меня есть такой браслет итальянская фирма вот сейчас я как возьму неправильно ее прочитаю фирма либо бибиги либо бибиджи называется здесь настоящий рубин посерединочки и кристаллы сваровский по краям из бронзы сделанные очень интересный необычный тоже вот иногда его нашел он тоже хорошо смотрится один на руке понимаете он еще и выделяется и другие браслеты не перебивают его то есть все внимание исключительно на вот этот браслет тоже иногда его надеваю и еще вот два браслета вам покажу которые на руке должны быть одни по моему мнению это браслет из камня турмалин очень интересный и очень необычный потому что он разноцветный он такой большие летние знаете то есть и к этому браслету можно надеть и зеленые шорты и белую футболку и красные кроссовки и какой-то коричневый ремень потому что здесь прям все цвета и и он не очень нравится а еще турмалин это полезный камень для того чтобы носить его на теле также я могу себе позволить надеть вот так просто четки на руку у меня есть рубашка которая точно такого же цвета и вот пожалуйста тоже летний вариант почему нет но почему нет но почему нет тут понимаете тут все дело вкуса нравится вам носить и вот чувствуете вы себя в этом комфортно носите не нравится не надо носить если вы сами чувствуете что это не ваших зачем зачем вот ну наверное и все собственно с такими большими вот громоздкими браслетами и давайте сейчас немножко мы про браслеты оставим браслет и перейдем к украшением на шею вот что тоже надевается по одному да то есть вот либо носится надевается крестик вот такой вот у меня есть крестик это фирма да я купил его на мальте и узнаете вот когда я где-то отдыхаю на отдыхе где море соленая вода это все из стали я надеваю этот крестик его можно в воду и вообще он у меня очень давно и да по поводу того как носить крестики крестик у вас должен быть виден только тогда когда у вас вот такой вот вырез рубашки или футболки когда у вас футболка с таким круглым воротником то всегда крестик должен быть спрятан под футболку не должен вот так вот он наружу быть это вот что касается мужчин женщины могут себе это позволить мужчины ни в случае и также у меня есть крестик вообще у меня есть две любимые ювелирные фирма как оказалось это фирма софия можете погуглить это конечно же не реклама какая реклама у меня вот и еще ювелирная фирма томас сабо немецкая я так посмотрел оказывается у меня в основном либо это софия украшения либо томас сабо вот как-то так совпало совершенно случайно просто вот мне нравится то что они делают и вот этот крестик фирмы софия я считаю что он очень необычный очень интересный нестандартный элегантный хорошо смотрится но он на веревочки и это серебро поэтому я вот в воду не очень люблю его брать но вот как одно украшение на шею отличный вариант вот и теперь мы плавно переходим к множественным украшением как я уже сказал что сейчас это модно и в тренде вот смотрите у меня есть браслеты которые тоненькие и мне очень нравится надевать один с другим вот например вот этот тоненький браслетик с камушками вот смотрите надеваю его потом к этому браслету надеваем обычный тоненький шинурочек теперь это выглядит вот так и еще сюда можно добавить один из моих любимых браслетов дэниел вэллингтон вот вообще популярные такие браслеты которые цельные с вот и я считаю что вот это отличный такой сет набор который отлично смотрится ну вот три таких тоненьких браслета это как бы максимум уже 4 уже не катит 4 уже лишний можно допустим снять вот один и у нас получается вот такой комплект мне кажется очень стильно элегантно и опять же подходит под часы нужно смотреть чтобы все было гармонично чтобы все подходило или вот смотрите забираем вот этот браслетик дэниел вэллингтон и надеваем вот к этому шнурочку вот такой вот у меня есть очень крутой браслет номинейшн с бриллиантиком мне так нравятся вот эти звенья которые очень красиво переливаются на свету сейчас я вам покажу вот как то вот так вот это выглядит и с другой стороны вот здесь вот бриллиантик то есть опять же вот два тоненьких браслета и так в общем сейчас это модно сейчас это в тренде ну то есть как я уже сказал наверное все таки 203 но вот не надо 5710 хотя опять же эпатажность экстравагантность эксцентричность вы можете все что хотите и опять же на шею тоже вот смотрите мой любимый комплект который я ношу уже наверное год практически не снимая у меня есть цепочка томас собой с двумя маленькими подвесками это крестик и перышко да кстати есть такое маленькое все-таки правило что не хорошо когда на вас два крестика если вдруг вы верите в бога и вообще вообще не хорошо нужно один крестик носить вы можете надеть крестик и иконку допустим но вот два крестика не хорошо значит вот так вот выглядит моя цепочка на шею вот смотрите надеваем ее так и добавляем к ней тоже вот этот томас собой с такими вот камушками не знаю что это агат не агат и ангел-хранитель вот здесь вот меня значит смотрите как получается все вот такая история то есть здесь две штучки и здесь две штучки вот очень элегантно сдержанно комфортно в тренде по-модному интересно необычно все то есть сейчас вот это больше интересно мне кажется чем если бы у вас была одна какая-то цепочка потолще если у вас одна цепочка отлично отлично также на шею у меня есть опять же цепочка томас собой и молитва от софии вот так вот это выглядит но это я надеваю на какую-нибудь однотонную футболку с прямым с прямой горловиной то есть когда закрывает до полностью шею вот так вот вот так это смотрится тогда футболка какая-то однотонная строгая вот это хорошо смотрится а отдельно 1 да вот одна цепочка одно украшение когда вот так вот на шее тоже интересно еще мне есть одна штучка на шею достаточно противоречивое украшение среди моих девочек в инстаграме я провел опрос и там разделилась мнение кстати ссылочка на инстаграм будет тоже в описании ролика подписывайтесь и там как бы аудитория разделилась половина девочек моих подписчик сказали что хорошо а вторая половина сказал что не очень но вот мне будет интересно встать в комментариях как вам вот такое украшение я его сам собрал это обычная жемчужинка и тоненькую цепочку вот я купил но я вам должен сказать что с этой футболкой не очень смотрится вот именно вот с этим вырезом до воротником то есть тоже нужно чтобы футболка была закрытой горловиной как успехи как это называется вот когда вот такой вот такой вырез ну в общем вы поняли да и смотрится это следующим образом выглядит вот так я бы не ну то есть опять же это вот не прямо вот вот так вот оно должно носиться да вот не так оно должно выглядеть но вот лично мне совсем не кажется что это такое что-то женственное или это просто опять же да 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 та самая эксцентричность и экстравагантность про которую я говорил ну то есть вот иногда тоже такую штуку натеваю знаете в наш 21 век вообще по моему возможно все посмотрите еще а поделюсь с вами вот у меня есть два браслетика тоже фирмы софия просто одни из моих самых любимых разного размера агаты с серебряными вставками и с крестиками вот посмотрите как они смотрятся посмотрите как они выглядят и теоретически это два разных браслета но я их ношу вместе то есть вот потолще до браслетик и рядышком потоньше и я считаю что вот в паре они прямо дополняют друг друга и очень интересно вот прям очень они мне нравятся и я очень часто их надеваю подходят под все практически мои часы и вот с этим луком тоже все смотрится вот 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 так совсем недавно купил себе браслет опять томас собой вот посмотрите вот знаете что вся красота элегантность заключается в минималистичности вот вроде бы так сложно сказал но вот чем проще украшение и вот чем проще часы вот классика она никогда не выйдет из моды да вот простые метки риски все это всегда будет модным это всегда будет всем нравится остальное уже дело вкуса да и точно так же вот посмотрите вот посмотрите какой браслет вот казалось бы что в этом такого но мне он чертовски прям нравится это томас сабо вот смотрите синенький очень хорошо гармонирует с если у меня вот синие часы с джинсами синяя кепка вот казалось бы что в этом браслете такого но вот прям вот очень он мне нравится простой элегантный красивый минималистичный и вы можете сказать что все какое-то вот черно-белое скучно и но но когда лето и в питере солнце и вообще хочется цветов и красок у меня есть сколько их раз два три четыре пять шесть браслетов фирмы а морем вообще это франшиза изначально в европе появилась фирма амулет и вот наши ребята тоже сделали знаете очень симпатичненько они разноцветные это вот на ниточке и какие-то там весюлечки вот например вот у меня есть такие два браслета это для чакр там все дела знаете ли а потом меня есть их очень интересные обнимашки сейчас я покажу как это выглядит красная ниточка обнимашки есть синенький вот тут браслетик есть черненький браслетик с компасом так как я путешественник я не мог себе не купить компас естественно сейчас покажу и так как я очень большой фанат италии и вообще мне нравится все что связано с италией и вот все 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 про италию конечно же у меня есть вот такой вот браслетик где написано италия и тут три ниточки в цвет итальянского флага все это исключительно летние варианты и эти браслеты я ношу исключительно летом ну и последнее это конечно же кольца а подождите давайте-ка я надену свои любимые браслеты чуть я чуть я их снял если у меня вот здесь вот на шее осталось моя любимая комбинация плюс я надеваю свои любимые браслеты часы мои любимые которые недавно купил да все вот прям на мне и кольца первый вариант вот у меня есть два колечка одно колечко спаси и сохрани а другое колечко с кошачьим глазом продавались они естественно отдельно я купил их вместе и значит надеваю их на мизинец и получается приблизительно вот такая история которые очень хорошо кстати гармонирует с этими браслетами вот согласитесь также у меня есть аж целых три кольца томаса собой сейчас я вам их покажу вот так вот они выглядят чем они мне нравятся что их можно комбинировать например вот смотрите вот либо я надеваю вот так вот до колечка потом я могу сюда еще надеть тоненькое оно получилось уже совсем совсем другой вид до обратить внимание либо так либо так очень идет с часами либо я могу надеть вот это колечко попроще или тоненькое прикрепить к нему и мне будет колечко потолще то есть вот прям делай с этими кольцами все что хочешь такое кольцо конструктор я его называю получилось хотя это три абсолютно разных кольца и я их купил вообще в разное время иногда иногда я грешу тем что могу вот это кольцо надеть на безымянный палец правой руки хоть и и холостой но это не обручальное кольцо и в принципе с этим не все равно вообще вот мне нравится так носить значит я так ношу и последнее колечко который я не мог которым я не мог вам не похвастаться это булгари который я купил в праге много лет назад save the children часть средств от покупки шло в фонд save the children самое мое любимое кольцо ну ребят это булгари о чем разговор очень она мне нравится подходит ко всему учитывая то что у меня все черно-белое вот как то так это вкратце небольшая часть всей моей коллекции украшений опять же это все то что я чаще всего ношу подытожим супер каких-то строгих правил нет я считаю абсолютно нормально когда мужчина носит украшения просто это должно быть в меру до умеренно правильно адекватно соразмерно и а может и нет как я уже говорил все возможно опять же если вы считаете что у мужчины вообще ничего не должно быть потому что это мужчина я с вами согласен только вы наверно со мной нет ну вот я другой я другой я не могу без украшений хотите назовите это самореализацией или хотите это назовите восполнением чего-то другого отсутствующего не знаю честно ну вот мне нравится это я напишите в комментариях все что вы об этом думаете напишите какие у вас есть украшения что вы носите напишите что вам больше всего понравилось из моих украшений у меня есть мои любимые ну вот на данный момент все таки это вот эти браслеты вот эти кольца томас собой и ну да вот наверно вот сейчас на мне комплект который я чаще всего ношу вот прям уж очень мне все нравится наверно все друзья наверно все спасибо большое что посмотрели обязательно пишите в комментариях все что вы об этом думаете если вы думаете что я чокнутый так и пишите я вас пойму и прощу всем спасибо за просмотры с вами был как всегда я артем персидский если вам понравился ролик ставьте лайк если не понравился тоже ставьте лайк мне будет приятный подписывайтесь и жду ваших комментарий в комментариях все всем пока чао какао